Добрый день, наша лаборатория физиологии движений в прошлом году исполнила 60 лет И основателем лаборатории была Нина Санна Рокотова, которая создала эту лабораторию Я уже третий по счету заведующий лабораторией И мы традиции, которые в Нина Санны заложены и основы мы развиваем И в частности лаборатория специализируется и исследует механизм регуляции локомоторной функции То есть перемещение в пространстве Эта проблема чрезвычайно актуальна с точки зрения фундаментальной науки И с точки зрения прикладной науки связана с регуляцией и управлением функций после заболеваний или травм спинного мозга Много лет назад мы проводили исследования на животных, в основном на кошках Это были первые исследования, в которых использовалась технология стимуляции спинного мозга Для того, чтобы запустить шагание, шагательную функцию у животных с интактным спинным мозгом и после его повреждения И нам удалось запустить такие движения, описать условия, при которых такие движения возникают И это было таким основанием для того, чтобы пойти в клинику, перейти, перенести эти исследования на человека И попытаться разработать специальные технологии управления двигательными функциями у здорового человека и у пациентов после двигательной патологии Физиологической бы основой этой функции являются нейронные сети, которые локализованы в структурах спинного мозга И эти сети, нейронные сети, они обладают способностью продуцировать двигательные разные паттерны Ну то есть система получает информацию от рецепторов конечностей Эта информация перерабатывается и сети нейронные выдают вот этот двигательный паттерн Который адресуется уже к мышцам и происходит инициация коммоций или движений Оставался открытый вопрос, а есть у человека такие системы, рожденные структуры спинного мозга Которые так же как у животных могут продуцировать двигательный паттерн Косвенные данные показывали, что да, есть Что если например у новорожденного человека такой рефлекс Бобинского Можно на подошву механически почесать грубо говоря То у ребенка возникают такие ритмические движения Вот это проявление работы этого генератора, этих сетей Которые от механической такой стимуляции запускают свой собственный ритм И нам удалось доказать, это было сделано больше 20 лет назад в Хьюстоне Совместно с американскими исследователями Что у человека, так же как у других млекопитающих Спинном мозгу существуют такие нейронные сети Мы имплантировали электроды на поверхность мозга И стимулировали разные отделы И искали те точки, участки стимуляции, которые активируют этот генератор шагания И нам удалось найти такие зоны Потом брать специально параметры стимуляционных воздействий Чтобы адекватно стимулировать этот генератор шагания И впервые 20 лет назад мы запустили шагательные движения Стимуляции спинного мозга И это было прямое доказательство того, что у человека Так же как и у млекопитающих других животных Существуют враждебные системы, которые обеспечивают такую функцию И это было чрезвычайно важно Потому что имея в руках такой инструмент Воздействие на эти сети Можно было управлять этими сетями После повреждения спинного мозга После травм спинного мозга И, собственно говоря, вот эта часть работы Связана с нейрореабилитацией Она очень активно и бурно развивается Модифицируется технологией Теперь уже не один электрод, как мы раньше это делали Теперь это матрицы электродные Которые располагают в разных отделах спинного мозга Эта система замкнутая Замкнутым контуром У нее электрод располагается на структурах спинного мозга А стимулятор в брюшине И телеметрически можно управлять стимуляцией И стимулировать разные отделы спинного мозга И с помощью такой технологии было доказано И это, я считаю, открытие Одно из открытий, что пациенты, которым ставился диагноз Что у них полное моторное поражение Что они не имеют шансов на восстановление Они вообще были приговорены к жизни в коляске И вот у таких пациентов стимуляция Такая стимуляция им помогла И мы представили данные, публиковали в Нече Журналах уровня Нече Что эти пациенты восстанавливали самостоятельную ходьбу И это чрезвычайно важное открытие Которое дает перспективу и возможность Тысячам пациентам попытаться улучшить качество своей жизни Значит, эта технология, это стимуляция спинного мозга Действительно, это управление структурно-функциональной реорганизацией спинного мозга Мы стимулируем спинной мозг Есть два механизма Первый механизм Можно стимулировать спинной мозг таким образом Чтобы только повысить возбудимость Всех структур спинного мозга, элементов Повысить возбудимость И на фоне вот этой повышенной возбудимости Можно пассивно перемещать конечности Вот это пассивное перемещение конечности Которое фактически как бы имитирует нормальный какой-то двигательный акт Вот такое на фоне вот этой повышенной возбудимости спинного мозга Происходит структурно-функциональная реорганизация Что это такое? Это образование новых связей Между нейронами И замещение той функции, которая утрачена Это один механизм Второй механизм Можно стимулировать более сильно И тогда инициировать То есть вызывать движение Вот когда вызывается движение стимуляции Это больше протезирование функции Мы с помощью стимуляции Мы инициируем двигательную активность И таким образом управляем Мы управляем Не пациент, а управляем мы Внешней стимуляцией спинного мозга Вот оптимальным является сочетание двух методов Когда спинной мозг Возбудимость повышается И создается условие для того, чтобы Вот эта естественная сенсорная активность Приходила в спинной мозг На уже такую благодатную почву И создавала Эффективно создавала новые связи И в то же время мы обязательно Инициируем двигательную активность В специальных условиях Для того, чтобы у пациентов Выработать шагательный автоматизм У нас есть специальные такие устройства Вывески, горизонтальные вывески Когда ноги пациентов подвешиваются И создают такие гравитационные нейтральные условия Чтобы вес и масса вывешиваются И поэтому стимуляция довольно легко Может запускать эту шагательную Двигательную активность И отработана в Америке Во всяком случае Есть специальная программа В которой я принимаю участие Где отработаны этапы Вот этого уже лечения На первом этапе Вот как я сказал Вырабатывается шагательный автоматизм Вырабатывается вот такой Ритм запускается На втором этапе идет стимуляция Которая обеспечивает мышечный тонус Потом пациенты вертикализируют Ставят на тридбан С поддержкой веса тела И уже перемещая его конечности В нормальном паттерне Шагательном Дается стимуляция И вот такое сочетание Сенсорной тренировки И стимуляция спинного мозга Приводит к очень хорошим результатам И я вот уже упомянул о том Что независимо в двух лабораториях В моей клинике Миннесоте И вот где я сейчас работаю В Кентаке В центре спинальном Восстановили пациента С верифицированным диагнозом Полное моторное поражение И я вот тоже могу показать видео Как они ходят На фоне стимуляции Совершенно самостоятельно То есть держась только за поручни Они не могут держать баланс Им нужно буквально пальчиком Придерживать себя Но вся функция двигательная Они обеспечивают самостоятельно К сожалению Это больше наука Это не реабилизация Очень дорогостоящая Поэтому вот сейчас Всего 39 человек С имплантированной системой Ну это капля вообще И мы Вот чего уже можно еще раз сказать Про лабораторию Мы разработали неинвазивно Для того, чтобы это было доступно Мы разработали неинвазивно И вот это наше достижение Института физиологии имени Павлова Мы разработали Такие электроды специальные Которые позволяют Располагать Такая электродная матрица Которая располагается Над позвоночником И Стимулируя разные отделы спинного мозга Мы запускаем Шагание Вот я Да, вот Так она выглядит Вот эта Такая матрица Из 9 электродов Она Располагается Таким образом Чтобы Часть электродов Были над Посредней линии спинного мозга Вот эти электроды Активируют нейронные сети О которых я говорил А электроды, которые Более латерально Они Активируют Дорзальные корешки То есть Фактически Это Аференты Которые входят В структуру спинного мозга И Стимулируя Они так Располагаются Над проекциями Флексорных мышц То есть Сгибательных мышц Или разгибательных И поэтому Такое сочетание Стимуляции Непрерывной Сети Спинного мозга И ритмической Стимуляции Флексорных Экстензорных Сгибательных Разгибательных Мышц В определенные Периоды Шагательного Цикла В фазу Переноса Стимулируется Флексор В фазу Опоры Стимулируется Экстензор Вот такое управление Дает очень Хороший результат И вот эта Технология Она и называется Мы в этом году Ее представили У нас есть Патент Это неинвазивная Технология Управления Двигательных Функций И сейчас Мы проводим Апробацию Этого метода Не только На пациентов Пенальных Пациентов Но и Пациентов Постинсульт С инсультом И это будет Тоже Такое Я думаю Неинвазивная Доступная Относительно Дешевая В то же время Эффективная Если мы Еще доведем Через все Эти Бюрократические Нужно получить Разрешительные документы Получить сертификат Этим мы сейчас Занимаемся В нашем институте Очень активно И сейчас Людмила Павловна Филаретова Создает такие условия Для интеграции И взаимодействия Разных лабораторий И Примером Такой интеграции Является Тоже Наши Исследования В том числе В Америке В рамках Этого Научного центра Мирового уровня И В нашу Команду В нашу Группу Входят Два Американских Исследователей Которые Являются Специалистами По дыханию И мы Попробовали Стимулировать Структуру Спинного мозга Для управления Дыхательной Функцией В том числе У постковидных Пациентов И Это Это не моя Область Исследования Я очень Так осторожно К этому Отношусь Но Вот В команде Имея в команде Таких Известных Ученых По дыханию Мы Объединили Наши усилия И мы сделали Такую работу Мы стимулировали Грудной Отдел Спинного Мозга Там Где локализованы Кардиоваскулярные Нейроны И Сети Ответственные За дыхательную Функцию И У Таких Постковидных Пациентов Мы показали Мы можем управлять Внешними Параметрами Дыхания Это была Такая Первая Работа Которая Показывает Принципиальную Возможность Использовать Такой Негласилой Технологии Для Управления В том числе И дыханием Дыхательной Функцией И Это Вот Я рассказал Про Пример С Постковидными Пациентами Но Проблема У спинальных Пациентов Проблема Дыхания Одна из Самых Таких Важных И Поэтому Сейчас Мы Пытаемся Адаптировать Эту технологию Для Тренировки Для Стимуляции Дыхательной Функции У Пациентов С травмой Шейного Дела Спинобуза У которых Есть проблемы С дыханием Дыхательной Функцией Я все время Думаю Вот я вам Сказал Что Как бы Пирамидой Того Чего я делаю Уже Там На протяжении 30 лет Является Вот такая Многоканальная Стимуляция Матрица Но Как бы Еще выше Наверное Можно поставить Сюда Вот к этой Системе Мы Планируем Добавить Технологию Москомпьютер Интерфейс Чтобы Не Мы Стимулятор Включали А чтобы Пациент Своими Командами Управлял Стимуляцией И У нас Очень хорошие Обнадеживающие Тоже Результаты Мы научились Но это Не наша Заслуга У нас Очень хорошее Сотрудничество С московскими Исследователями В частности С лабораторией С лабораторией Высшей нервной Деятельности Института Высшей нервной Деятельности Лаборатория Фролова Александра Алексеевича И они Велятся Специалистами В области Мозг-компьютер Интерфейса Они Математики Они Научились Распознавать Сигналы Головного Сигнал Головного Мозга Сигналы На движении То есть Они Из Энцефалограммы Вычленяют Те сигналы Когда Если ты правильно Подвешь команду Ты просто Воображаешь Движение Ты не делаешь Движение Просто ты Воображаешь Движение Если ты правильно То есть Активируешь Те структуры Мозга Которые Дают Эту правильную Команду Тогда Эта команда Специально Фильтруется И эта команда Запускает Робототехнические Устройства Которые Помогают Движение То есть Человек Если правильно Подумал О движении То эта команда Находит Реализация Реализация В виде Движения Робототехнического Устройства А мы Еще к этому Будем Довольствовать Стивуляцию Спинного Мозга И Вот в таком Каком-то Будущем Мы надеемся Вот это Замкнуть Эту Эту Сеть Не Чтобы Пациенты Своими Сигналами И тогда Вот это Будет Обходить Уровни Поражения Когда ты Подумал Отсюда Команду Тебя Взяли И Через Уровень Поражения Фактически Это Бридж Этот мост Этой командой Запускается Устройство Которое Помогает Тебе Ходить И Одновременно Устройство Стимуляции Спинного Мозга Ты будешь Управлять Собственно Говоря Ну вот Такой Мало того Что Ты будешь Восстанавливать Корковые Все Связи Корковые Системы Управления И В то же Время Ты будешь Этими командами Запускать На уровне Спинного Мозга Системы Уже Те Которые Которые Являются Конечными В том Смысле Что Они Активируют Мышцы Мышцы Которые Запускают Двигательную Активность И Такая Это уже Реальность Мозг Компьютер Интерфейс Очень Широко Сейчас Такое Направление Бурно Развивается Но Вот В Контексте Того О чем Я говорю Управление Командами Головного Мозга Стимуляционных Устройств Которые Будут Также Адресно Воздействовать На Систему Управления На Ровне Спинного Мозга Вот Это Пока Нет И Мы Вот Здесь Тоже Пытаемся Активно Работать Ну Вот Это Лаборатория По Исследованию Двигательной Активности У Человека Здесь Мы Проводим Исследования На Здоровых Испытуемых При Ходьбе По Тритбану С Разными Скоростями И При Ходьбе По Тритбану Без Стимуляции И На Фоне Стимуляции Исследуются Эффекты Стимуляционного Воздействия Как Меняются Параметры Движения Для То Чтобы Проанализировать Параметры Движения Мы Используем Систему Видеозахвата Когда Испытуем На Каждое Сочленение Сустава Помещается Светоотражающий Маркер Специальные Камеры Система Шведская Система Делсис Она Позволяет Регистрировать Перемещение Угловые Перемещения В суставах И Специальная Программа Позволяет Реконструировать Движения И проанализировать Соотношение Движения В разных Суставах Как работает Как Происходит Движение Коленом Блинастопнута Забедренного Сустава Левой Правой Ноги По Сопоставлению Движения В левой Правой Конечности Можно Говорить О координации Межконечной Координации Двигательной Активности И Маркеры Можно Фиксировать Не только На ногах Это Можно Сделать И на руках И Движения И мы Это тоже Делаем Движения Рук Когда Детектируется Движение Рук И Специальные Программы Позволяют Анализировать Кинематические Перемещения Движения В разных Суставах Ну И Кроме Кинематики Регистрируется Обязательно В обязательном Паре Регистрируется Мышечная Активность Электромиограмма Тоже Специальными Датчиками И Дальше Анализируется Активность Мышц И В сопоставлении С Кинематикой Получается Такое Достаточно Полная Картина Перемещения И Активность Мышц Которая Обеспечивает Это Перемещение Вот Это Комплекс Биокин Называется Комплекс Для Механического Перемещения Конечности Можно Управлять С компьютера И задавать Параметры Движения Движения Либо Можно В отдельных Суставах Движения Только В Боленостопном Суставе Такое Обеспечение Плантарной Флексии Стопы Перемещения Конечностей И Движения В коленном Суставе Можно Создать Такой Режим Когда Не компьютер Управляет А усилием Пациента Испытуемого То есть Это Таком Пассивном Режиме И Пациенты Проталкивают Вот эту Систему А есть Навязанное Движение Управляемое С компьютера Можно задавать Разные Параметры Как я сказал Можно Чистоту Менять В общем Такая Управляемая Система Но это Один из Первых Прототипов Сейчас Мы его Модифицировали И В клинике Стоит И Позволяет Еще Не только Движение Обеспечивает Нок Но и Рук Вот этот Вот Таким Образом Еще Происходит Движение Рук Поэтому Получается Такая Четырех Опорная Ходьба В таком Комфортном Полусиде Положении Так что Вот мы Используем Сейчас Но не Этот Конкретно Тренажер Который Стоит У нас В городской Части Для Управления Мосткомпьютер Интерфейс Когда Командами Головного Мозка Запускается Движение Кареток Движения Ног Ну и Будет Еще Там Осуществляется Стимуляция Спинного Мозка Но Это Будущее И Надеюсь Что В следующем Годом Такую Работу Мы Сделали И Будут Первые Результаты Которые Мы Представим Общественность 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 Такая Будет Незавершающая Но Другая Пирамида С Такой Технологии Продолжение следует...